Virgin Atlantic протестирует аэротакси Vertical Aerospace. Microsoft представила сервис для обучения беспилотных дронов и авиатакси. Робот-собака научился ходить за час с помощью виртуального спинного мозга. На эти и другие темы мы поговорим прямо сейчас. Меня зовут Андрей, вы на канале Instarting Новости. Обязательно досмотрите это видео до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Британская авиакомпания Virgin Atlantic Airways протестирует в деле аэротакси VX4, разработанная стартапом Vertical Aerospace. В рамках заключенных договоренностей будет проведено два тестовых полета. В рамках первого полета аэротакси отправится из главного аэропорта в Бристоле, где базируется Vertical Aerospace, в другой аэропорт на юго-западе Англии. Второй полет предполагает перемещение аэротакси из лондонского аэропорта Хитро в так называемый Vertiport, который будет построен компанией Skyports. Вместе с этим Vertical Aerospace объявила о сотрудничестве с Bepcock International Group, в рамках которого будут изучены возможности аэротакси VX4 в плане предоставления экстренной медицинской помощи и услуг по транспортировке грузов. Демонстрационные полеты аэротакси должны состояться весной 2024 года, если компании удастся получить необходимые разрешения управления гражданской авиацией Великобритании. Microsoft обещает ускорить проектирование и коммерциализацию беспилотных летательных аппаратов. Компания запустила Project AirSim, облачный сервис на базе Azure для поддержки разработчиков авиации нового типа. Microsoft утверждает, что платформа упростит обучение новых ИИ-моделей для управления беспилотниками, аппаратов, которые вскоре будут перевозить посылки и людей, а также использоваться для осмотра промышленного оборудования. Project AirSim применяет модели машинного обучения и 3D-моделирования для симуляции сложных виртуальных пространств, имитирующих физику реального мира. Используя эту платформу, частные разработчики и крупные предприятия смогут проверять концепты своих беспилотников в условиях, приближенных к реальности, а также тренировать технологии автопилота и другое ПО. По заявлениям Microsoft, AirSim поддерживает любые сценарии применения, которые могут пригодиться при создании дронов, авиатакси и классических самолетов. Инженеры из Института интеллектуальных систем Макса Планка создали робота размером с собаку, который учился ходить так же, как настоящие животные. Данная работа поможет понять, как млекопитающие учатся ходить и спотыкаться, и на основе этого создавать адаптивные роботизированные системы. Ученые использовали нейронную сеть, которая изначально не настроена идеально для ходьбы, но может адаптироваться в процессе работы. Для обучения авторы работы использовали алгоритм боецовской оптимизации. Программа сопоставляет информацию с датчика стопы с целевыми данными из смоделированного виртуального спинного мозга. Робот учится ходить, постоянно сравнивая отправленную и ожидаемую информацию от датчиков, запуская рефлекторные циклы и адаптируя свои модели управления двигателем. Исследователи отмечают, что логика созданной программы идентична спинному мозгу животных. Он получает информацию и перестраивает модели движения. Например, если робот спотыкается, алгоритм обучения меняет то, как далеко ноги перемещаются вперед и назад, как быстро движутся ноги и как долго нога находится на земле. Немецкая компания Meichel анонсировала прорывной мотор с превосходным постоянным крутящим моментом для электротранспорта. Он способен длительное время работать, не перегреваясь, с мощностью в 90% от максимальной. Имеется также модификация без магнитов. Компания также разработала для своего нового мотора инновационную систему масляного охлаждения, которая закачивает масло через центральное приемное отверстие, которое затем попадает в кольца статора, окружающие ротор благодаря центробежной силе. В результате получается поразительно компактный, легкий и эффективный электромотор, способный справиться с задачами, для которых обычно требуются моторы намного большего размера с намного большей пиковой мощностью. Мотор SCT может доставить большой грузовик вверх по длинной крутой горной трассе, не теряя мощности, или выдерживать высокие нагрузки в гоночном автомобиле. Китайский производитель электромобилей Human Horizons анонсировал серийную модель GT Hi-Fi Z. Новинка является своего рода переосмыслением класса GT и представляет собой электромобиль с системой искусственного интеллекта, которая отвечает и за комфорт в салоне, и за функции автопилота. ИИ-система автопилота обрабатывает данные 34-х бортовых датчиков с помощью производительной платформы NVIDIA Drive Oren. Помимо технологической части, производитель позаботился об интерьере. Здесь есть комфортные сидения, подсветка панелей и аудиосистема на 23 динамика. Платформа от NVIDIA обеспечивает работу и другого искусственного интеллекта – ассистента Hi-Fi Bot AI, который автоматически регулирует некоторые бортовые системы. В салоне также установлен высокоскоростной роботизированный манипулятор, который совершает операцию с точностью до 0,001 мм. Модель GT Hi-Fi Z сейчас демонстрируется в китайском Шэньчжэне и в ближайшее время посетит еще десяток городов страны. Технические подробности об электромобиле, его стоимость и планы Human Horizons на массовое производство огласят в автосалоне в Чинду, который откроется в августе. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте свой мощный лайк и нажимайте на колокольчик. Делитесь своим мнением в комментариях и подписывайтесь на все наши полезные ресурсы. Ссылки я оставлю в описании. На этом я с вами прощаюсь, меня зовут Андрей, канал InStarting Новости. Не переключайтесь, до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!